Сегодня немножко про ежевичку, которую у моих знакомых друзей выполнило сразу несколько задач. Вот она цветет, цветет вовсю. Вообще время уже к августу, а ежевичка поздняя только зацветает. Вообще это одна из самых поздних ягод. Смотрите, как красиво цветет, какие крупные цветы. Вон, естественно, там пчелки вовсю летают. Так вот, какие задачи выполнила ежевичка? С той стороны забора там был такой пригорчик, вернее, есть пригорчик. И если кому-то надо было влезть, скажем так, на участок, то им через это место и пытались влезть. Естественно, захотел хозяин сюда посадить что-то такое колючее-колючее. Сначала вроде бы шиповник посадил, но так как один раз сам после шашлыков в этот шиповник чуть не упал, да плюс еще там дети малые, колючее, не очень хорошо на участке. Он вот думал, думал, что бы такое посадить, чтобы и отпугивало потенциальных варишек, и нельзя было уколоться. И, в общем-то, дошел до мысли, что надо посадить без шипы сорт ежевики. И вот он как раз, это тонфри, знаменитый английский сорт, он так и переводится как без шипов. То есть абсолютно без шипов, туда вот можно сейчас лицом упасть. Нет, лучше, конечно, этого не делать, да. Но, по крайней мере, не поранишься. Прекрасные вкусные ягоды созревают где-то в августе, некоторые даже в конце августа. Уход минимальный, потому что ежевика любит тепло, очень любит тепло. А это как раз южная сторона забора, нагревается, здесь ей хорошо. Ну, конечно, ее периодически поливает, откармливает. И собирается с этой ежевики, ну, я не знаю, вот такая вот картина, чуть ли не целое ведро, а то и больше ежевики. Естественно, дети постоянно здесь пасутся. Продолжение следует...